В Беларуси развивается экотуризм. Наша страна дважды оказывалась на первой строчке рейтинга лучших стран для агротуризма по версии National Geographic. Сегодня в Синеокой существует более двух тысяч агроусадеб. Они расположены в самых живописных местностях, оформлены с национальным белорусским колоритом или в современном экостиле. В нашем районе также есть агроусадьбы, но их количества явно недостаточно. Начальник отдела налогообложения физических лиц инспекции Министерства по налогам и сборам по Слонимскому району Юрий Таранович поясняет, кто может стать предпринимателем в данной сфере и что для этого нужно. Сельский туризм развивается в Беларуси уже более 11 лет. Постоянно идет процесс регистрации и открытия новых сельских усадеб. Создана нормативно-правовая база, а также льготные условия для занятия агроэкотуризмом. Деятельность показаний услуг в сфере агротуризма регулируется указом президента Республики Беларусь номер 365. Если вы желаете заняться агротуризмом, то для этого необходимо постоянное проживание в сельской местности, ведение личного подсобного хозяйства и наличие следующих условий. Это свободные комнаты в агроусадьбе для размещения агроэкотуристов. Осуществление субъектами агротуризма деятельности по производству и переработке сельхозяйственной продукции. Наличие возможностей для ознакомления агротуристов с природными и архитектурными объектами, национальными культурными традициями соответствующей местности. До начала осуществления деятельности субъекты агротуризма обязаны уплатить сбор за осуществление деятельности и направить письменное уведомление с указанием даты начало осуществления деятельности в районный исполнительный комитет по месту нахождения агроусадьбы. На сегодняшний день размер сбора составляет 58 белорусских рублей, то есть две базовые величины. Уведомление о начале осуществления деятельности, допустим, если в Слонимском районе необходимо направлять в Слонимский районный исполнительный комитет. Хотелось бы отметить, что действие показаний услуг в сфере агротуризма осуществляется гражданам без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. За более подробную информацию о порядке осуществления деятельности можно обратиться в инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Слонимскому району. Спасибо за внимание.